Газификация 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 Вот это, наверное, был самый неприятный случай, который, я думаю, что даже нет слов, как его можно описать. Мошенники предлагают сигнализаторы загазованности без клапана, которые к газопроводу не имеют никакого отношения. Которые просто ставятся на стену с помощью самореза, вкрученного в стену, и включаются в розетку. При обнаружении загазованности, разумеется, они издадут сигнал, разумеется, но к газопроводу они никакого отношения не имеют. И они не нужны, и газовики здесь ни при чем. Установка таких сигнализаторов – один из самых распространенных типов мошенничества. Правильный сигнализатор – это не только датчик загазованности, но и клапан, который устанавливается на газопровод и при наличии в помещении газа автоматически перекрывает подачу газа. Есть и другие способы мошенничества. На квартирных жилых домах практикуется следующее. Опять же, выбирают население такое преклонного возраста, которое рождено в Советском Союзе. Эти люди очень обязательные, которым достаточно только сказать, что пришли газовики, и они уже готовы их встречать. Приходят в спецодежде и говорят, что мы будем производить замену резиновых шлангов на газовых плитах. И в том числе и кранов. Кранов перед газовыми плитами, отключающих устройств. Но если до прихода странных гостей ваша обслуживающая организация приходила с техническим обслуживанием, смысла в замене нет. Ведь уже проведена опрессовка газопровода. Проверка герметичности соединений. А если их проверили и не нашли изъянов, зачем менять? Уголовным преступлением такой обман не считается, полиция не поможет, поэтому жертвы аферистов не спешат жаловаться и рассказывать о своих проблемах. Впрочем, порой мошенники переходят границы разумного. Например, в 2017-м сразу несколько десятков жителей Новосиликатного встретились с классическим обманом. Ну, они пришли, посмотрели, надо менять шланги. Я говорю, у меня плита новая, газовая колонка новая. Говорю, не надо мне шланги менять. А что вы счетчик не устанавливаете? Я говорю, да счетчик есть, говорю. Только, говорю, время нет доехать. Ну, мы установим. Ну, давайте установим. Женщина заплатила деньги, тем более, по ее словам, печать и бланк были очень похожи на «Газпромовский». А на некоторые странности сразу внимания и не обратила. Ну, они где-то, наверное, целый час его пытались установить. Не могли. Говорят, дайте пробку из-под бутылки или из-под шимпанского. Что-то заткнуть им надо было. Газом пахло ужасно. Они не перекрыли. Когда пришли сотрудники «Газпрома», выяснилось, счетчик установлен вверх ногами, а другой пенсионерке заменили шланг за 2000 рублей. Для продвижения ненужного товара или услуги гастролеры иногда используют формулировку «профилактический осмотр». На самом деле, в официальных документах такой услуги не предусмотрено. Есть техническое обслуживание и ремонт, аварийно-диспетчерское обеспечение, техническое диагностирование, замена оборудования. А вот профилактического осмотра нет. К тому же, помните, техобслуживание должно проводиться только раз в году. А еще возьмите на вооружение главный способ проверить, кто на самом деле к вам пришел. Надо не стесняться проверять информацию. В каждом договоре на техническое обслуживание есть номер телефона аварийной службы. Достаточно позвонить и спросить у диспетчера, работает ли тот или иной специалист в вашей организации. Каждый диспетчер в состоянии ответить на этот вопрос. Еще один способ навредить себе за свои же деньги – это согласиться на химическую промывку теплообменника – бытового газового котла. А в нем действительно образуется накипь из-за плохого качества воды и высоких температур. Накипь разрушает металл. Но и промывочный раствор тоже. Он растворяет накипь вместе со слоем металла под ней. Поэтому промывка теплообменника – это всегда риск. Лишь в некоторых случаях промывка помогает частично восстановить работоспособность на некоторый срок. Чаще же промывка раствором – способ пустить пыль в глаза, собрать денег. Только после, ко всему прочему, гастролеры оставят вам испорченное оборудование. Также стоит понимать, если вам пытаются навязать дополнительные услуги или кто-то пришел за день или несколько часов до плановой проверки, скорее всего, вас пытаются обмануть. Специалист обслуживающей организации должен быть одет в специализированную одежду и обязан предъявить удостоверение перед тем, как перейти порог. Перед проведением техобслуживания вам должны позвонить и предупредить о визите, а управляющая компания вывешивает соответствующее объявление. Если пришли мошенники, которые действуют в рамках закона, полиция не поможет. Рассчитывать нужно только на собственную бдительность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова